МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актуальные новости к этому часу расскажем прямо сейчас. В студии Надежда Заборская. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жаркая пора для выпускников. На специальной пресс-конференции журналистам рассказали о нововведениях этого года. Ветхие деревяшки расселятся. В следующем году в России начнется новая программа по расселению аварийного жилья. Побывать за кулисами театра, написать картину с натуры и завести новые знакомства. А это все о ночи музеев столицы Поморья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со следующего года в России начнется новая программа по переселению людей из аварийных домов. На эти цели будет направлено свыше 20,5 миллиардов рублей. Какие инструменты необходимы для ее реализации на территории Поморья? Сегодня обсудили в правительстве региона с участием первого заместителя генерального директора фонда содействия и реформирования ЖКХ Владимира Талалыкина. Один из главных вопросов – это исполнение судебных решений. Это вот как бы первый вопрос. Ну и второй вопрос. Мы в какой-то степени на базе того опыта, который уже сейчас появился, естественно, мы смотрим вперед и обсуждаем вопрос, как в дальнейшем поступать с большим объемом аварийного жилья. Сегодня важно и решение по тем 120 домам, которые не попали в программу переселения по тем или иным обстоятельствам, не соответствуют требованиям фонда. Для нас важно развитие программы далее. В регионе еще около 20 тысяч человек проживают в аварийных деревяшках. Сейчас после реализации первого этапа программы есть детали, требующие корректировки. Есть ситуации, когда мы не можем предоставить метр в метр и предоставляем чуть больше. Мы не будем требовать с человека оплаты стоимости этих дополнительных метров по рыночным условиям. Мы хотим сейчас, просмотрев наши все возможности финансовые и законодательные, по сути дела предоставлять по себе стоимость. Сегодня Владимир Талалыкин планирует побывать в социальных новостройках Архангельска. Наркотики в зарядном устройстве. Почти 7 граммов гашиша пытались передать заключенному в колонию. Злоумышленники проявили смекалку. Наркотик спрятали в зарядное устройство. А его, в свою очередь, в железнодорожную платформу, которую должны были подать на территорию колонии. Правда, замысел все равно не удался. При досмотре платформы тайник обнаружили. В УФСИ напоминают, за передачу запрещенных веществ и предметов в колонию нарушителям грозит уголовное наказание. На этой неделе для выпускников школ региона прозвенит последний звонок и наступит пора экзаменов. На пресс-конференции в правительстве области сегодня рассказали, какие нововведения ждут школьников. В этом году все контрольно-измерительные материалы и бланки ответов будут печататься прямо в аудиториях с помощью специальных станций. Затем все материалы сканируются и отправляются на обработку. В настоящее время все материалы по ЕГЭ у нас находятся в регионе. С 14 мая материалы доставлены в удаленные пункты приемов. С 17-го производится поставка близлежащая. Я имею в виду Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Холмогорский район и Виноградовский район. О том, как успешно пройти проверку на знания, журналистам рассказала Дарина Антрушина. В прошлом году она сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Конечно, перед самим экзаменом упорствовать не надо. В последнюю ночь вы ничего не выучите, главное выспаться. А так нужно быть уверенным в себе, нужно распределять время, понимать, что лучше получается, что хуже, на что нужно уделить больше внимания, времени, на что меньше. И просто быть морально готовым. Это очень важно. Этот совет пригодится более чем 6500 выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в этом году. Результаты опубликуют в течение 10 дней после сдачи экзамена. Кстати, первый по информатике и географии состоится ровно через неделю, 28 мая. Воспитание через православие. В Котласе прошли первые социально-педагогические чтения. Около полусотни специалистов из южных городов и районов области обсудили, как помочь детям с ограниченными возможностями поверить в себя и стать полноценными членами общества. Елена Кермич подробнее. Главная тема диалога – духовно-нравственное воспитание о особенных детей. Научить их радоваться жизни, влиться в социум – задача социальных педагогов. Тому, как это сделать эффективно, они учились накануне на первых православных чтениях. Культура образующая, государство образующая, религия являлась православия. Ведь на таких примерах, как Дмитрий Донской, Александр Невский, да даже на православных праздниках, которые будут знать дети, они ведь от этого почерпнут. Мало того, что узнают историю нашей страны, а они узнают о том, чем жили наши предки. Площадка для диалога, Котлский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья выбран не случайно. Воспитанием через православие специалисты учреждения занимаются со дня его открытия. На территории центра построена часовня. Но в особую фазу эта работа вошла в 2012 году. Тогда Котлский центр принял участие в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». У нас разработана программа. Она опробирована, эта программа. У нас сформированы формы и методики работы. У нас имеется богатая ресурсная база. Программа Котлского реабилитационного центра, поддержанная на международном уровне, призвана помочь детям-инвалидам поверить в себя и в свои безграничные возможности. Принять опыт своих коллег на чтение приехали социальные работники Коряжмы, Вельска, Котлского, Красноборского и Конышского районов. Лена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29. К другим темам. Каждый год в третью субботу мая музеи Архангельска открывают свои двери, чтобы присоединиться ко всемирной акции «Ночь музеев». В нашем городе мероприятие проходит уже восьмой раз. Вместе с архангелогородцами самые интересные площадки посетила и наша съемочная группа. Главная культурная ночь года вновь собрала не одну тысячу любителей музея. В Архангельске поздно вечером в субботу открылись сразу несколько площадок. Одна из них в музее ИЗО. Кроме экскурсий по действующим экспозициям, гостям предложили окунуться в волшебство художественного слова. Актеры театра драмы помогли слушателям очутиться в стране чудес вместе со знаменитой Алисой. Я предлагаю бестолкотню, сказал древний дрон. Это лучший способ разогнуть. Музей – отличное место не только для созерцания, но и для создания собственных шедевров. Под зорким присмотром профессионала каждый мог научиться рисовать с натуры. Свои произведения забирали домой. Волшебная белая ночь в музее помогает найти и новых друзей. Года четыре назад, наверное, я познакомился здесь с китайцем. И мы вот теперь дружим с ним, не разлей вода. И поэтому, да, ни хао. В этом году в ночь в музее в свои двери открыл драматический театр имени Ломоносова. Директор Сергей Самодов и актеры труппы показали зрителям театральную кухню. Меня поразила вот высота до самого верха. Там очень высоко смотреть. Я не думал, что такое может быть там в театре. Зрители смогли подняться на главную сцену, пройти за кулисы и буквально потерять голову от театральных декораций. В этом году ночь музеев приятно удивила не только множеством интересных площадок, но и доступностью для посетителей. Впервые в истории акции в Архангельске вход на площадки стал бесплатным. Алексей Шемякин, Наталья Апулина, Денис Линчевский, Регион 29. В столице Поморья в десятый раз прошел турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков «Водника». За звание лучших боролись 10 команд из Архангельска, Онежского и Плесецкого районов. Здесь составы равные, кто-то раньше играл, кто-то позже, но сама суть того, что это просто прийти, поиграть. Здесь не столь важно победить. Конечно, каждому хочется выиграть, но то, что ты участвуешь, я думаю, что это даже больше, чем то, что ты. Тут нет проигравших, где все победители, я так считаю. Главное нововведение турнира. Теперь в составе каждой ледовой дружины должен быть хотя бы один игрок «Водника». Игра замечательная. Команда играет хорошо. Чувствуется, что у ребят мастерство растет с каждым годом, по большому счету. Но, конечно, «Водники», которые команды, они очень сильно усиливают. В этом году турнир посвятили 73-й годовщине Великой Победы и 120-летию игры «Хоккей с мячом». Первое место в соревнованиях заняла команда «Локомотив». Серебро у «Торнадо», бронза у команды «Любимый город». Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем вместе в 19.00 в программе «Автограф дня». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин